В этом видео мы перечислим наивные постулаты семейные, то есть мифы, и дадим небольшие психологические комментарии. Первый миф – от семьи и брака требуется максимум счастья. Семья должна быть для индивида главным источником удовлетворения. Ну, это романтический миф. Часто мы встречаем людей, которые считают, что встреча другого человека преобразит их жизнь, сделает ее какой-то особенной, придет добрый волшебник, их спасет, и все будет не так, как было раньше. Этот миф, он не учитывает того обстоятельства, что большую часть источников радости и удовлетворения индивид обычно находит вне семьи, как бы жестко это ни звучало. То есть хобби, увлечения, какие-то занятия – это здорово, конечно, если люди вдвоем занимаются каким-то делом, которое приносит им удовольствие, радость, счастье и так далее. Но часто у каждого человека присутствует свое личное хобби, свое увлечение, и, естественно, оно делает его счастливым. В семейной жизни особенно важна близость, как физическая, так и эмоциональная, через совместное участие в самых различных видах деятельностей. И именно она ведет к нормальной семейной жизни и семейному счастью. Верность этого убеждения сильно зависит от конкретной семьи и конкретных условий, в которых эта семья проживает. Не существует единой модели семейных отношений, пригодной для любой семьи и при любых условиях. Близость, конечно же, важна. Когда люди отдаляются друг от друга, как правило, начинаются конфликты. И чувство любви возникает как раз-таки, когда другой, да, вот этот другой с большой буквы, он может увидеть нашу какую-то уязвимость, увидеть нечто, что мы не показываем остальному миру, увидеть какие-то наши страхи, увидеть наши размышления, увидеть нечто такое, с чем мы можем поделиться именно с этим человеком. И зарождается вот это чувство интимности, чувство, когда два человека понимают друг друга, когда они близки друг с другом. Супруги должны быть совершенно искренни друг с другом. Этот миф, напомнил мне, идея о том, что я никогда не вру, да, когда человек говорит, я никогда не вру, я всегда говорю правду. Возможно ли это? Это вопрос. С одной стороны, конечно, действительно, открытость и честность очень желательны, особенно, когда они помогают открытой постановке и конструктивному решению проблем. Однако они могут быть и разрушительны, когда открытость и честность диктуются враждебными, разрушительными чувствами. Знаете, как бывает во время ссоры? Вот я тебе сейчас все скажу, все скажу, что я от тебя скрывал, вот, и выливается это все. А потом на следующий день человек может переживать, он приходит к терапевту и говорит, а я не знал, как так получилось, я не хотела его обидеть. Но он подает на развод, допустим, да, он от меня уходит, потому что я ему все высказала за все наши, там, 40 лет совместной жизни. И человек разочарован, конечно же, потому что он понимает, что с ним были неискренни. С другой стороны, такая резкая искренность, она тоже не всегда бывает полезна. Вот еще один мой любимый миф следующий. В счастливой семье не бывает размолвок. Если же люди ссорятся, то это значит, что они ненавидят друг друга. Ссоры, конфликты – это нормально. Споры в семье неизбежны и нередко ведут к ссорам, но они могут помочь прояснить чувства членов семьи. И если они не ограничиваются исключительно личными нападками, то могут быть конструктивны. И такие споры гораздо предпочтительнее, чем мнимое согласие. Иногда лучше поспорить, поконфликтовать, чтобы действительно разобраться в ситуации, и чтобы она больше не повторялась, чтобы не было ощущения недоговоренности. Супруги должны быть едины во всех вопросах и выработать общий взгляд на все жизненные ситуации. Ну, мы все прекрасно понимаем, да, что это невозможно, потому что различия в происхождении, жизненном опыте, воспитании личности делают такое единство абсолютно неосуществимым. Все мы разные, в этом мы прекрасны. На самом деле именно различия во взглядах, которые реализуются конструктивно, может обеспечить семью более широким выбором возможных решений и различных ее проблем. Супруги должны быть бескорыстны и думать о семье, а не о себе. Конечно же, полный отказ от своих интересов в любой семье нежелателен. Вы никогда не должны отказываться от того, что приносит вам радость и удовольствие. Необходимо, чтобы индивид существовал и как отдельная личность, а не только как некий довесок к счастью других. Вот я за вас, а вы мне ничего, да, вот это не надо так. Если в семье что-то идет не так, очень важно выяснить, кто же в этом виноват. Вот виноват, обязательно нужно найти виноватого. Но необходим не поиск виноватого, необходимо глубокое осмысление семейной проблемы с тем, чтобы разделить ответственность за ее решение. Потому что в конфликтах, мы помним, всегда виноваты два человека, не только один. И вот этот вопрос вины, он уже не принципиален. Кто виноват, ты виноват или другой человек. То есть важно осмыслить саму проблему. Копаться в прошлом полезно, если сегодня дела идут не так хорошо, как, допустим, шли раньше. Но постоянное обращение к прошлому, особенно к прошлым ошибкам, в действительности лишь переносит в прошлое нынешние проблемы. Вместо того, чтобы помогать решать их в настоящем, вот то есть решать здесь и сейчас. В семейных конфликтах один супруг обычно бывает прав, а другой не прав. Правота или неправота каждого определяется количеством набранных очков. Как мы понимаем, борьба за очки чаще всего для семьи неблагоприятна. Отношения в семье страдают, если конкуренция преобладает над сотрудничеством. Хорошие сексуальные отношения с необходимостью ведут к счастливому браку. Хорошие сексуальные отношения – это очень важный компонент хорошего брака. Однако они никак не предохраняют семью от других проблем. Пишите в комментариях, с чем вы согласны, с чем не согласны, что откликнулось. Всегда буду рада вашей обратной связи. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok